Приветствую вас! Давайте я начну свой ответ, пожалуй, с чисто психологического аспекта, который заключается в том, что дети до 5 лет на определенном, скажем так, на определенном до предметном уровне, значит, воспринимают поведение родителей как образец для подражания, по сути. То есть, если ребенок не воспринимает слов определенных, если ребенок не отвечает, например, родителю, допустим, ну, допустим, по каким-то обстоятельствам, по каким-то моментам и так далее, если ребенок этого не делает, то это совершенно не означает, что он не понимает, что с ним происходит. На самом деле, именно на предметном уровне, на уровне сенсомоторного интеллекта, ребенок все понимает как раз-таки. И надо здесь, вот, именно вашему мужу с психологической точки зрения это объяснить. Я полагаю, что может быть имеет смысл ему поговорить с детским психологом, я полагаю, что может быть имеет смысл ему пообщаться с воспитателями и так далее. То есть, то есть, раз можно со многими людьми поговорить, если, допустим, человек хочет действительно узнать, как нужно, как правильно воспитывать детей. Но, видишь ли, по моему мнению, ваш муж, он ведет себя так не потому, что он действительно, например, думает или там как-то как-то считает, что действительно детей нужно воспитывать только в пяти лет. На мой взгляд, на мой взгляд, он это делает, потому что у него есть определенное мнение свое на этот счет. Ему, вероятно, так удобно думать, ему, вероятно, так проще считать. И по этой причине он не хочет к вам прислушиваться. И тогда объяснять, по большому счету, человеку бесполезно. Объяснять что-либо ему бесполезно, он вас не услышит, потому что он не хочет вас услышать. У него есть свое мнение на этот счет, и он это вот, свое мнение будет продвигать, оно ему удобно, оно ему комфортно, оно ему полезно. Понимаете, поэтому вы можете сказать своему мужу, что вот есть такой момент, поговори с, например, детским психологом или с воспитателями, с педагогами, допустим, допустим, тоже, вот, чтобы ты убедился в том, что я права. Но если человек все равно, все равно этого не делает, если человек все равно не слышит, это значит, что он не хочет вас услышать. А если он не хочет вас услышать, то его не заставить, и не заставить, к сожалению, никак. Вот. Поэтому объяснять здесь, в этом случае, бесполезно. Я хотел бы задать вам несколько другой вопрос. Как вы со своим мужем взаимодействуете вообще, если он не прислушивается к вам по такому важному, на мой взгляд, аспекту, такой важный, на мой взгляд, аспект, как воспитание детей, а как вы с ним вообще взаимодействуете, если у вас взаимопонимание друг к другу. Если да, то, соответственно, вопрос, который меня очень интересует, да, это вопрос того, как вы с ним, к этому взаимодействию пришли. Как вы с ним, к этому взаимодействию пришли, и по каким вопросам у вас мнения совпадают. Потому что, знаете, вот, то, что вы описываете, то, что вы говорите, говорите, это довольно серьёзная проблема между вами, по идее. Потому что, ну, ситуация такова, что если ваш муж к вам, например, не прислушивается, если ваш муж к вам не относится серьёзно, да, то есть, именно вот, чтобы воспринимать ваши слова про ребёнка, например, всерьёз, то это говорит о некоторых, на мой взгляд, проблемах именно между вами. И, по-моему, я полагаю, это уже проблема именно отношений между вами, как парой, а не та проблема, что он не пытается вникнуть в то, например, как и сколько, и когда, с какого возраста нужно воспитывать ребёнка. И поэтому в этом контексте я рекомендовал бы вам именно подумать о том, что это вставляет мужик к вам не прислушиваться и не воспринимать ваши слова всерьёз. И что вы можете сделать для того, чтобы он всё-таки начал воспринимать ваши слова всерьёз. Ну, может быть, дать ему понять, что к вам надо прикручиваться, может быть, отдалиться от него или обидеться на него довольно сильно. Вот. Или, может быть, очень серьёзно с ним поговорить, но если честно, я думаю, что вы этот свитер уже, скорее всего, с ним разговаривали. И это никакого эффекта не возымело. Поэтому именно разговоры где-то никогда не помогут. А вот анализ ваших отношений с ним, с тем, чтобы понять, почему такая ситуация вообще стала возможной, Вот это вот вполне может быть. Скорее всего, где-то в чём-то у вас были либо родногласия какие-то, и тогда в таком случае вам эти родногласия имеют смысл проанализировать. Потому что объективно, без понимания того, почему ваш муж не прислушивается к вам, нельзя решить эти проблемы с ребёнком. А если её не решить, то даже по достижению им ребёнком, я имею в виду пятилетнего возраста, даже по достижению им пятилетнего возраста, у вас всё равно могут быть проблемы и расхождения во взглядах. И это всё будет приводить в итоге к тому, что ребёнок, по сути, будет страдать. Ну, из-за того, что его родители, например, его родители ссорятся, допустим, или его родители там не могут прийти к определённому консенсусу и так далее. Вообще-то говоря, ребёнок уже сейчас, опять же, в том самом допредметном, трансформаторном уровне чувствует, что не всё в порядке, и на эмоциональном уровне ощущает негатив, и из-за этого он может начинать уже в данный момент испытывать определённые стрессовые воздействия на себя. То, что вам тоже требуется, естественно, исключить. В противном случае у ребёнка будут травмы. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!